здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня такая нередко встречающаяся ситуация связанные с отцами и детьми 18-летний сын упрекает меня в том что я его покрестила в детстве он возненавидел религию снял крест сжег свидетельство о крещении как его образумить никак если ему 18 лет он совершеннолетний человек он сам решает как им устроить отношения с людьми и с богом поэтому образумливать его не надо тем более потому как вы задаете этот вопрос вы и не в силах его никак образумить если кто-то его и образумит то это будет будете точно не вы поскольку он и так уже сейчас упрекает вас в том что вы покрестили его в детстве поэтому это значит что он у него и так к вам претензия и поэтому вы точно не можете быть человеком который в образуме это первое что вы должны для себя понять что ваша задача воспитания вашего сына духовного воспитания на этом точно закончена вы можете молиться его в разумлении вы можете молиться о том чтобы господь послал ему в жизни обстоятельства людей ситуации в которых он мог бы образумиться чтобы господь не оставил его чтобы господь привел его к себе вот не надо испытывать чувство вины за то что вы покрестили его в детстве не нужно потакать ему в этих упреках нужно сказать ему ты знаешь когда ты был маленький я все решала за тебя и это нормально я решала за тебя что ты будешь есть когда ты будешь спать в какие игрушки ты будешь играть в какую одежду ты будешь носить это совершенно естественно маленький ребенок не имеет возможности не имеет права принимать соответствующие решения и в общем по сути дела до его 18 летнего возраста именно вы за него отвечали я не готов поскольку вопросе не содержится никакой конкретики даже если бы она и была я все равно был не готов говорить какие ошибки вы совершили почему так получилось больше того я не считаю что вы должны себя в этом обвинять если вы видите конкретные ошибки да в этом можно покаяться просить прощения на исповеди у бога и возможно даже если эти конкретные ошибки быть для вас очевидны попросить возможно прощение у сына но то что он снял крест то что он возненавидел религию то что он сжег свидетельство о крещении вовсе не значит что вы воспитывали его как-то не так ярчайшим примером примерно одинакового воспитания совершенно разного результата мы видим уже например в ситуации первой семьи адама и евы мы знаем о трех сыновьях адама и евы каине авели и сифе и мы видим как по-разному сложилась их судьба не смысле внешних обстоятельств а в смысле их внутреннего выбора если например а авель и сиф явили нам пример служение богу то каин явил себе пример противление богу и это не значит что это произошло от того что адама и евы его неправильно воспитывали и это не значит что они совершили какие-то ошибки в его воспитании по крайней мере священное писание которое говорит об ошибках родителей например в случае первого священника или который неверно воспитывал своих детей был за это наказан адам и евы никак не осуждаются за якобы возможно неправильное воспитание каина и не как священное писание не восхваляет и за правильное воспитание авеля или сифа поэтому мы видим что этот выбор каина этот выбор сифа это их собственный выбор точно так же как мы знаем что мной спасшийся от потопа был рожден в большой семье но он остался единственным человеком который сделал тот самый выбор спасший его от потопа и позволивший ему продолжить человеческий род поэтому спокойнее относитесь как к своим достижениям в области воспитания ваших детей так и к своим ошибкам еще раз говорю если есть конкретные явные ошибки иногда родители хорошо они знают хорошо их видит в этом нужно просить прощения возможно даже делиться опытом с ближними говорить вот не повторяйте моих ошибок это иногда работает вот но есть такой термин ошибка выжившего не стоит делиться своими достижениями иногда наши дети бывают святыми не благодаря нашей святости или каким-то правильным методом воспитания а час чаще это бывает вопреки знаете как есть такая хорошая поговорка врачи долго боролись за жизнь больного несмотря на это он остался жив так и всеми христиан родители чаще всего мог сказать что мы долго и неправильно воспитывали наших детей несмотря на это они остались христианами ну или как в данном случае не остались наш родительский долг после достижения нашими детьми совершеннолетия молиться за наших детей и оказывать им помощь тех вопросов которые они этой помощи просят все остальное это их собственный выбор и на милость и волю божью внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео